Девушки отдыхают 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 на третье место урожь впрочем как и в прошлом году занят третье место они получили право играть в кубке уэлфа любители футбола знают еще две динамовские команды проведут сегодня встречи динамовской москвы и минска динамовской твилисику рули ходит шапрую я показывает можно играть я по-моему было явное нарушение это для успокоения что-либо мальчику футбола подвозгла динамовской главная то что судья сесток судьи молчал мать продолжается корга лидер снова пас на левое крыло и снова туда рвется за заревещали он вошел статую опасное положение все проскочили мимо мяча ищен гелия и те две и завершить хорошую атаку с левого фланга динамовской твилиси не удалось данном эпизоде снова с мячом динамовской твилиси это бурга лидзик это шили опасно вес на вратарскую там протонницу вовремя погибает ворота и сильным ударом посылает мяч вперед вперед линии атаки а там один цел на старается обыграть ардиане пока не удается и передача не точно но нарушает правила динамовской великой и штрафной пробьет футболисты виктории разыграли быстренько мяч снова цель нам с мячом а вперед хорошая очень передача штрафной там чего дыра на любители футбола помнят первую встречу в румынии а те кто не помнит я буду с удовольствием сказать что александр чего ты капитан твилиси вовлетает свою былую форму играет спокойно и уверенно возглавляя не только линию обороны но и точно видела там игроку средней линии да и линию атаки цвейба боргалидзе борьба занят снова цвейба хорошо сыграла цвейба и листы начинают атаку боргалидзе так перехватили футболисты румынии это цель нам вас вперед и начинается справа фланга атака его возглавляет аугустин обыграть не удалось атака продолжается кабель его время и в красивом полете как он длинном парящим полете и забирает сейчас вратаре чуть-чуть украсить свой полет что и сделал габель его выглядело это очень удачно и чего-то сула криви ночью 8 минута первой половины встречи алине третий тайм вот не точная передача и затем сильным ударом сулак и лиды посылает мяч в центру поле там снова играет цель на вот подключили к атаке к манерску правого защитника на реставраторскую габель его видает ворота в высоком прыжке овладевает в том числе в этом вратаря в высоком прыжке гулы а стал еще дальше и чем стала А владелец футболиста Викторией. Соломон. Его неточная передача. Геллоке, Ташмин, Джейбал. На центре поля Арзиани, Солопелидзе. Сад пошел вперед ветеран Тбилиси. Положение игры. Гейгур. Разбирали мяч. Тополинский с мячом. Затем Палаур. И издали. Мирия, капитан Виктория, посылает мяч к Георгию Ниццу. Девятая минута первой половины встречи. Солопелидзе. Затем футболисты из Румынии нарушили правил. Он сбил Палаура. И футболисты Виктории получили право на штраф. Будет бить Войшкович. Разбирается. Задумано было довольно хорошо. Через головы игроковой линии обороны и игроковой линии атаки Виктории. Прямо на ворот этот мяч опустился до ворота. Мирия, Шенгелем, Мирия сыграл головой. И зачем еще дальше посылает Соломон мяч. Войду на Ториджи. Как ведет на исходе девятая минута, пока преимущество этой команды не вырисовывается. Адер Белисов, возможно, чаще владеют и больше мячом, где имеет игровое преимущество, но и только. Атака гуманских футболистов она прервана. Это хорошо сыграл Коргалидзе. Задим Сулакалидзе, Ревишвили. Мяч от Тверистов. Но судя останавливались встречу. Разыграли мяч. Александр Чиватый, капитан Тверистов, с мячом. Медленно продвигается вперед. Коргалидзе. В воротарскую. с головой выйдет оттуда тамолинский выбил головой и к тому же или свободно удар будут пить гости это косту соломон я принадлежит он и мяча зрители довольно много погода в пилисе сегодня такая уж больная то сухая погода во всяком случае потому что последний день пилисты были пилиси по всей грузии были дожди было холодно но сегодня градусов 7 8 сейчас перед началом матча и точную цифру зрителей вам скажу перерыве на 1045 будет на стадии центральная трибуна переполнена и напротив восточная трибуна почти забита зрителя в общем зрителей много они пурно поддерживают пилистов последний месяц даже полтора год с камня запасных динамов субболицы куцаев начальник команды буртас куцелан тренер команды и запасные игроки тенгишу аквелиты свейба решили можно играть показывает судья руки нет штрафы поистой штабом будут уроки теле стою этого желания того энтузиазма так сказать в атаке в прямлении к атаке добиться успеха пока у виктории и видно отыгрываться собственно и вот пересы играет тоже размеренно и спеша тратят столько сил сколько надо что и чуть больше что-то витси успеха чай я аут или собросят у самого угла поля углового флажка ну и точно на том же месте с того же место где только что твилисты подавали аут вбрасывали из-за боковой просят уже румынские футболисты это войско и твилисты кеташвили и хватили мяч хорошо сыграл кеташвили обыграл двух футболистов подачи пройти не удалось потому что у него из-под ног выбивает 5 за боковой нюанс сошел тебе на ваших экранах он забил первый мяч две недели тому назад ворота румынской команды виктория красиво прыжке головой точно направил и этот мяч попал в конкурс лучшего гола месяцев вы помните наверное подбольное обозрение показывала гол чайдер забиты ворота виктории как один из лучших забитых мячей ворота соперникам в сентябре простите в октябре не имеет значения какое место займет чайдер во всяком случае он там открыл счет и сегодня в пересе довольно активен а штрафной удар будет выполнять как всегда оттарк орга лидер на ваших экранах послан мяч лыбит головой белок и тащили устремился к нему овладел мячом послан назад александр чего на гуру ли гуру ли высоком прыжке прыжка постарался владеть мячом удалось играет виктория не атакуют пересоперекватывает мяч это петель шула крылья и снова левое крыло атаке туда сейчас сместился ромашингели но его опередил тополинский аут просят велись красиво падение салам он послал мяч на половину динамо центре лисе а тут один александр чего вот только-только к нему подошел в русском футболисты и санчевадзе спокойненько послал мяч своему вратарю лутару габелия 15 минут играют команды первом тайме повторного матча 1 16 финала разыгрыша кубка луфа виктория ухаре финала тбилиси 0-0 тбилисской встречи и 2-1 по итогам тву встреч пользуюсь роман с тбилиси 0 бауэр бросает из-за боковой бросил сейба снова посылает за боковую линию гости футболисты рубрики бросат из-за боковой хорошо опередил защитников и просил гачери защитников на час я оказался подстраховывая точно и верно своих партнеров Варварь, Сапур, Чевак. Арзиани, Слейба. Борзалидзе. Берёд Патчерия, туда устремился правое крыло атаки. приблизился чедия по страху головой капитан викторий мире и румыны устревляются перед в атаку довольно большими силами их четверо правда и футболистов линии обороны длительница длительница . пока так как развивать довольно успешно пыть арк габель рядом за проведет Продолжение следует... 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 штрафной у передней линии получили право на штрафной динамо целебились и многовато что-то правда грубых нарушений умышленных нарушений которые повлекут за собой травму футболистов таких тем сегодняшним матчем этом плане игра проходит корректно до на грани пола как корректно мяча я не чуть сзади справа александр чивадзе чивадзе удар ворота но это уж это случайность мать попала в ногу защитника свекачитировал посмотрите еще раз этот игровой эпизод вратами сместился потерял контроль но все-таки овладел и чем как правило роман шингели уже тут как тут чтоб добить отскочивший от братаря или от защитников мяч ворота дело киташвили алхаза ардиане 29 минута первой половины встречи хорошая передача на кургалидзе то есть под ног выбивает защитники мяч как снова у твилистов это ардиане чивадзе чивадзе сыграл на сулак релидзе шингелия снова сулак релидзе снова шингелия но нет не успел к ничу георгию нитсу введет ударом от ворот мяч в игру он на ваших экранах основной вратарь викторий и один из лучших вратарей румынии кандидат во все сборные в олимпийскую империю цельнар а лаур цельнар снова балаур хотя все-таки овладели футболисты виктории мячом и чуть не доводили опасную атаку и сами быстро контратакуют это все сочетие наращивая скорость вперед поле сыграл на сулак релидзе теги сулак релидзе подключился к атаке рома шингелия капитан викторий играет очень четко хорошо взаимодействует с партнерами взаимозаменяемость очень хорошо налажено именно у этого футболиста у капитана виктории мире атака виктории опасная по строфую гелаги дошили сильным ударом посылает в центре поля там играет корга линзы но как-то чуть-чуть медленно играет динамо сингериси как только они включают скорость и дополнительные их преимущество становится очевидным но как только медленный розовый спокойный розовый мяча вот тогда матч проходит в равных условиях водители русского клуба тут не видно запасных футболистов дальше это так называемая история у нас на футболистов а в запасе сегодня у футболистов два игрока которые играли в основном стартовом составе в бухаресте это Йора Горген под пятнадцатым номер естественно если уступит игру и по 16 номерам Хендель атакует виктория футболистов там сыграл Мене Цельнов Чивадзе дальше Чивадзе дело у рвыских футболистов линии атаки не идет у рвы Чивадзе Чивадзе справа отмывается получил Чивадзе передачу быстро надо отмываться передачу давать удар воротом хоть и хорош был удар Чивадзе хоть и хорош был его проход но думаю что сейчас пас на Шенге Илья который слева свободным все равно сейчас он две прыгнет и Чивадзе к тому моменту наверное принял правильное решение ударю воротом но мимо воротом 32-я минута снова 0-0 ну формула проведения европейских турниров любителям футбола известно еще раз напомню филисты даже могут проиграть эту встречу со счетом 1-0 все равно они выйдут в следующий круг в розыгрыше кубков уэпа уэпа так как они забили два мяча ворота соперников на их поле но это не значит что твилисты не сыграли полную силу с полной отдачей сил потому как турнирное продолжение чемпионата Советского Союза их обязывает быть всегда на полной готовности боевой готовности в высоком накале спортивного спортивной борьбы и желания не знаю физической подготовки и психологической поэтому играть спустя рукава в данной ситуации на данном этапе аут просит твилисты двенадцать минут остается до конца первой половины встречи 0-0 ела кэташвили будет бросать из-за боковой игрок олимпийской сборной нашей страны при правил это судья на линии фиксирует и как правило таркор голидзе идет к мячу устанавливает мяч должен быть посылает мяч в штрафную игла и снова Мирия и затем в Минсу в погружении своих же игроков в высоком прыжке вратарь Виктории забирает мяч в руки руками же быстро посылает мяч вперед цель на руку нарушение правил и правил штрафной будут бить футболисты Виктории приносит свои извинения Утар Кургалидзе была игровая ситуация и все-таки судья Роукинин словесно так без предупреждения замечание дал Утару Кургалидзе играть построже поаккуратнее и правильно это замечание в адресу Утара Кургалидзе но это по-моему касается всех в сегодняшнем матче чуть-чуть резче играют футболисты чем было бы желательно Хорошая передача на левое крыло атак это Чивадзе бросил в атаку Зазу Ревишвили Ревишвили Слейба Гурули Гурули Без под ногу Гурули Мирия отбирает мяч и центральный защитник Виктории сам пошел вперед переадресовал меня цель на ру оглянулся назад сам вернулся в оборону а футболисты Виктории продолжают атаку приближаются к штрафной вошли в штрафную опасное положение но твилисты спокойно разобрались с ситуацией ликвидировали опасность и быстро начинают сами атаку это Кургалидзе ну там в мире отступил такой отчаянный бой Зазу Ревишвили правда этот бой он выиграл но был наказан судья вот судья подозвал капитана Виктории такое задумышение я говорил пока играют на грани фолы на грани легко переступить эту грань 10 минут до конца первой половины встречи штрафной будут твилисты тачкосу в штрафную положение вне игры чуть раньше рванулся вперед трамас шепелье спокойный розыгрыш мяча мяч задел спину цельнера и твилисты бросят из его бокового чайд я постарался рвануться вперед еще раз вот это тактика мелкого фола это незаметно останавливать атаку сбивать темп вот к этому сейчас прибегают сегодняшние встречи вызвали снаритория хотя должен отметить что они играют гораздо собраннее аккуратнее внимательнее да и лучше в общем нежели в первом матче в бухаресте чевадзе хорошая передача ботемарльяне и вратарь габелья гелак эташвили тенгиз сулаквелидзе точная передача ахрику цвейба цвейба пошел вперед точная передача быстро перехватили футболисты викторию и начинают атаку пока их двое такое желание больше было стремление больше было неподдержанное не техникой наверное и не правильным тактическим мыслям потому что вдвоем атаковать так быстро остервенялось что лечаться к воротам ни к чему это не привело Ромаш Шенгелья идет подверг поля еще дальше цвейбе отдал мяч цвейба кеташвили пас штрафную командирску энне цвейба борется пришли на помощь энне свои партнеры цельном опять обыграть футболистов динамо судьбились неудачу как видите ни у одних ворот ни у ворот ни у ворот подгабелья за пожалуй пожалуй 39 минут первой половины встречи опасных ситуаций не было создана вот судя на линии эстаплахи снова фиксирует половине игры ушел сочинья цель дам оберег поля я решал мяч аугустину тот подключил к атаке палаура левый фланг атаки виктория из-под ног выйдет мяч еще постарался бороться теги сулак велики и наконец мяч выйдет за боковую линию виктория ведет мяч из-за боковой аут по жукару бросил снова по жукару джедия шенгелия и снова не прав в мире ну капитан без конца приносит извините но он играет слишком резко вот уже за последние 3-4 минуты третий раз сбивает Ромаза Шенгелия а ветеран динамо судьбилиси Ромазу пошел тридцать первый год самый опасный форвард пока во всяком случае в составе динамо судьбилиси сто пятьдесят четыре раза доставали вратари мячей из своих ворот в чемпионатах в турнирах международных в составе сборной Советского Союза вот пока на седьмом месте вскоре лучик бомбардиров всех времен нашей страны который возглавляет Олег Блохин и всего три мяча отделяют его от находящегося на шестом месте Эдуарда Маркарова еще три от Валентина Иванова но во всяком случае из действующих футболистов и из тех кто пока играет Ромаш Шенгель ближе всех с самым высоким результатом наших форвардов наверное желтая карточка Габиран да я говорил о том что в мире я играл хорошее правило естественно желтая карточка что я предсказал минуты три-четыре тому назад а тут он сыграл откровенно рукой сорвал атаку динамо судьбилиси за это положена желтая карточка горчичник говорят футболисты вот и получил в кабинет в истории этот горчичник горгалидзе просит повторить удар судя Роукинен рванулся Чивадзе но не заметил это его горгалидзе Чивадзе вернулся на свое место центр поля центральном круге горгалидзе подает головой бьет иначе едва не так сзади перекладину опускается на сетку за фронтами а игра второй половине встречи осталось три с небольшим минуты ноль 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 чуть-чуть загрузили на трибунах наверное и у и вы у своих телеэкранов мать такой зрелищный интересный в медленном темпе он проходит и нет желания старания стремления у футболистов хорошая передача Чедия снова правое крыло атаки и снова в подкате мяч послал за линию ворот угловой не спеша идет к мячу Таркоргалидзе ему выполнять этот удар вы видите на ваших экранах он наконец решил чуть побыстрее приблизиться к клубу углов устанавливает мяч а Чивадзе скромно продолжает оставаться в тени вывели мяч из штрафной своей футболисты и нарушает правила Гела Кеташвили наверное желтая да да вторая желтая карточка и оба раза судя был абсолютно прав несколько раз нарушал Кеташвили правила пока судя довольствовался замечанием вторым замечанием и предупредил то же самое было сделано и в адрес капитана Виктории Миле я повторяю субмач проходит очень корректно но вот чуть-чуть если вещи сыграют футболисты то это уже будет называться грубой игрой а чуть-чуть паще вот этой прыти что ли то тогда будет удивительно корректная красивая игра Шенгелия Цвейба хорошо перебросил через соперника грудью принял сам же это Малхаза Арзиани это Малхаза Арзиани Тенгиз Сулаквилид ха ха хорошее правило Тенгиз Сулаквилид Минута полторы минуты осталось чуть больше минут осталось до конца встречи первой половины встречи и вот травма судья разрешил врачу-массажисту появиться напали оказать помощь футболисту в отличие от тех двух эпизодов когда судья применил жесткое наказание суровое что ли в этом случае был типичный эпизод игровой в борьбе за мяч оба футболиста рванулись к мячу и нарушил тенге сулаквилиды правила ну естественно судья довольствовался меры штрафной удар в сторону ворот динамо в добились ну наверно в перерыве и Герман Зонин и Николай Некушор внесут коллективы в игру потому как первая половина встречи хоть и естественно такой ход событий устраивает динамо в добились но по зрелищному своему игра пока не оставляет такого печали не доставляет удовольствие зрителям и естественно все пришедшие на Белевский стадион Динамо начали бурно сначала поддерживать Динамо и приуныли приуныли стадион это опасная атака динамо успеют к мячу успели Гурули постарался вступить вступить в борьбу за мяч но лишь услужил соперников Чивадзе Кэташвили и первая половина встречи окончена 0-0 на перерыв вторая половина встречи второго матча 1-16 розыгрыша Кубка Уэфа Динамо Тбилиси Виктория Бухарест Румыния 0-0 первая половина встречи так закончилась первый матч 2-1 в Бухаресте в пользу Динамо в Тбилиси изменений в составах пока нет я быстренько скажу в каких составах играют команды гости Виктория вратальницу второй номер Каманеску третий Тополинский четвертый августин 5-й Соломан 6-й капитан команды Мирия седьмой Цельнер 8-й Кожукару 9-й Энне под десятым номером играет Балавур и 11-й номер Войшкович капитан команды Мирия я уже говорил и тренер команды Димитру Николая Никошор Динамо с Тбилиси продолжают также в том составе как и начали первую половину встречи вратарь Габелия в обороне Кеташвили второй третий Чевадзе капитан команды четвертый четвертый пятый Арзиани 6-й Ревешвили 7-й Свейба 8-й Сулаквилидзе 9-й Коргалидзе 10-й Гурули 11-й Шенгелия старший тренер команды Герман Зоним начальник команды Валер Буцаю тренер команды Мурсас Хуцелава и Шатачейшвили О судьях бригада судей из Финляндии Симо Рукимен арбитр матча судья в поле помогают ему Эсса Палхи и Тимо Ярвио пошла третья минута второй половины встречи 0-0 еще раз напомню Тбилисов устраивает ничья с любым счетом естественно устраивает даже поражение с расчетом 0-1 они выйдут в одну восьмую розыгрыша Кубка УФА затем если мать закончить также 2-1 вот опасное положение не поняли друг друга да и тут было неправильно сыграно и Тбилисцы не совсем распоробно действовали в атаке и не смогли послать мяч в сторону ворот вратаря Георгия Ниццу при счете 2-1 будет назначена вот опасная атака футболистов Румынии с левого фланга Чивази сместился туда удар по воротам опасное еще положение еще один удар и Гадельев в прыжке забирает мяч хотя мяч шел мимо ворот вот пожалуй единственная за весь матч опасная атака вот один удар второй удар мяч шел мимо ворот но Гадельев все-таки прикрыл правый от себя угол и овладел мячом значит при счете 2-1 будет дополнительное время и если не выявит победителя и это дополнительное время тут же хочется сказать что во время дополнительного времени фактор своего и чужого поля уже не действует вот эти 30 минут два по 15 минут два тайма поле становится нейтральным так что забитый мяч ворота соперника в гостях фиксируется так же как обычный мяч мяч в обычных играх ну будем надеяться этого не случится Тбилисс играет спокойно уверенный в своих силах чуть-чуть с холодком что и хочется отметить потому как это никогда не приводило хорошим итогом но тут преимущества ни у одной команды нет чаще мячом владеют динамо Тбилиси гости атакуют очень редко малыми силами но вот как видите минуту назад атака малыми силами могла увенчаться и успехом сейчас штрафной будут бить динамо Тбилиси значит в прошлом штрафную гуру лепет головой выше ворот бухаревская команда Виктория клуб Виктория ну Виктория это значит победа у них свой гимн так и называется Виктория где команде таким названием всегда желают только победы так начинался матч в Бухаресе ну там тбилисты как писала в заглавии одна из газет тбилистских Виктория победа побеждена на исходе четвертая минута второй половины встречи атакуют футболисты Румынии пас назад затем Мирия капитан Виктория пошел вперед центральный защитник чуть было не перехватили у него мяч твилисты ведут мяч из-за боковой аут бросили с в 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 Викторий, они с мячом. Тополинский. Пас вперед. Мелисы повладели мячом. Чивадзе спокойно. Вот он появился в линии атаки. Пас вперед. Очень хорошая передача. Правое крыло атаки. Гурули. Остановился с мячом. Наверное, надо было быстро переадресовывать. Удар воротом. Шенгелья находился в отличной позиции. Да и Чивадзе уже набирая скорость, вырывался в штрафную площадку. Но Гурули предпочел обыграть соперника. Обыграл. Нанес удар воротом. Но ротанницу легко завладел этим мячом. Шенгелья переходил мяч. Хорошо посылает Гурули. Хорошо обыгран соперник. Удар воротом. И гол! Но судья не фиксирует этого мяча положение вне игры. Посмотрим, было положение вне игры еще раз. Но как может быть положение находится игрок впереди с мячом? Совершенно очевидная ошибка судей. Хоть это не дело комментатора, так сказать, критиковать судью и фиксировать его ошибки, но мяч с мячом Гурули находился гораздо, так сказать, ближе к воротам впереди. Другого форварда, который мяч находился впереди. Кто не знает, наверное, судьи правы, как всегда. Снова пас ближе к штрафной. Перехватили футболиста Виктории и пошли с левого фланга в атаку. Футболиста Виктории вбросят мяч из-за боковой. Седьмая минута. Бросили. Опасно. И Габели в высоком прыжке овладел мячом. Там проскочили и футболисты линии обороны, и футболисты линии атаки. Ну, Габели там было нарушение до того. Сам Габели ведет мяч в игру. Уводит. Милиция неправой. Виктория пробьет штрафной. Выстрелы разыграли. Цельно с мячом. Милицию перехватили. Это проявляли. Слейба. И обыграл, вроде бы, балла урона. Но тут овладел мячом четвером. Атаковали четверых футболистов линии. Обороны тверицы. Но Сулак Виктории быстро разгадал направление атаки соперника. Овладел мячом. И Чедия уже справа фланга начинает атаку. Возвратился чуть-чуть назад. Следовала передача на Кургалидзе. Кургалидзе передрисовал мяч в шейбе. Слейба. Сулак Велидзе. Аркадзиани, да? Сыграл на Аркадзиани. Положение вне игры уровень швей. Интересная такая тактическая борьба. Тверицы не обостряют игру. В некоторых эпизодах даже приглашали в атаку соперника. Но Виктория не шла в атаку, очертят, сломя голову. Но это облегчило задачу Тверицы. Но тем не менее. Счет 0-0 в Тверице. Ой, как было опасно. Это было все сделано красиво, но очень опасно. Играл Кеташвили в прыжке через себя ножницами. Так называли раньше, во всяком случае. Такой удар, такой технический прием. Это было сделано красиво. Но промахнись, Кеташвили. И оставался один на один с Вратарем Кожукару. Аут бросит Тверицы Гелла Кеташвили. Нет, оставил мяч. Чедил бросит. Еще один аут. Это уже ближе к тростной площадке Виктории. Снова Чедия будет бросивать. Бросил сбросил. Кеташвили, Сулакрелидзе. И издали своему вратарю Отару Гаделья. Истекла десятая минута второй половины встречи. В твилисском матче, повторном матче. Одно-16-е кубка Уэфа. Снова все. 0-0. Положение вне игры эффектирует судья. Я говорил в первую половину встречи о том, что Виктория часто прибегает в линии оборонной вот этого плана, плана создания искусственного положения вне игры. И это всегда опасно. Когда выполняется очень четко, то тогда это сильное оружие. Во время атаки соперника пока что футболистам Виктории удается раз на разом создавать, оставлять за своими спинами футболистам линии атак Динамо с Убилиси и создавать оффсайд положение вне игры. Кеташвили сыграл головой, Сулакфелидзе, Корнолидзе еще дальше головой. В такой британской манере постарались сыграть Твилису и тут же нарушили правила. Виктория пробьет штрафной. Фелнарф, вас назад, это Соломан, Мирия, капитан Викторий. Аут просит гости футболисты из Ублины. 13-я минута второй половины встречи. 0-0. Хорошо сейчас сыграл, очень вовремя вышел. Дело кеташвили на эту передачу. Аут просит динамовцы Добилиси, Арзиани, посылает мяч коротари Утару Габелия. Сулакфелидзе, хорошая передача Чедия. Чедия посылает вратарскую площадку, вратарницу. Точно выбрал позицию, место и овладел мячом. Твилисты, Арзиани обыграл двух футболистов и точная передача и снова поднял слажок. Ревещвили в положении вне игры. Вот, к сожалению, вы не видели, капитан Виктории в мире аплодисментами просто захпопал в суде на линии. Тут очень четко надо действовать, потому как любая малейшая оплошность может обернуться голом ворота соперника, либо ошибкой, которая может стоить всей игры. Потому как забитый гол сейчас ворота Виктории, это, собственно, все. Потому как сейчас румынские футболисты за оставшиеся 32 минуты, меньше 31 минуту, должны забить два безответных мяча ворота Динамо Центрисе, чтобы добиться права продолжить борьбу кубке Уэфа. Это довольно трудно. А один гол, забитый Динамо Центрисе в ворота соперника, это уж почти победа гарантированная, потому как румынским футболистам уже останется единственным выходом, останется забить три мяча ворота Динамо Центрисе и лишь получить право, это даст им право продолжить борьбу. Чуанзе хорошо сыграл Ордиани и сильным ударом посылает мяч к Центру поля. Тут в мире я кроме своих основных обязанностей не оступно по всему полю уже начал, хотя это Либерро, свободный защитник, который подчищает огрехи своих партнеров так, но в данном эпизоде он все время в данной ситуации он все время следует след за Рамазом Шенгель и считает здесь совершенно справедливо, наверное, самым опасным футболистом, который может добиться успеха в составе Динамо Центрисе. Добили Счевадзе пас вперед, туда устремился Гурули, сильным ударом мяч послан за линию ворот угловой, у ворот Виктории с левого фланга будут подавать Динамо Центрисе. Орголидзе будет подавать и снова не спеша идет к мячу Оторг Орголидзе, девятый номер Динамо Центрисе. 30 минут осталось играть основного времени. Можно подавать Подают С трудом дотянулся Георгий Ниццу до мяча Белисы овладели мячом Сейба Хорошо обыграл одного-второго И сыграл на редкость корректно Потому как в данном случае была опасность столкновения с воротарем и вратарь неизбежно получил бы травму Но Центрисе сделал все, чтобы не было этого Перепрыгнул через вратаря И тут же падая еще раз совершил такое сальто Мортале У тубилисцев скоро появится Гурам Аджоев Вижу разминается И уйдет Оттар Коргалидзе Вот эта замена Гурам Аджоев на ваших экранах вступит в игру вместо Оттара Коргалидзе Замена вот-вот будет произведена Аджоев вступает в игру Коргалидзе погибает в поле Разыграли быстренько мяч и прямо на Аджоеву но судья просит перебить Нужно играть показал судья штрафной бед капитан Тбилисса заслуженный мастер спорта Александр Челандзе К другому заслуженному мастеру спорта Кингизусу Лаквилидзе переадресовал мяч Гурули Тбилиссу бросит из-за боковой Гурули Удар от ворот Судья на линии показывает удар от ворот Тайарвио Тиму Ярвио 19-ая минута 26 остается до конца основного времени игра по-прежнему проходит в медленном темпе не обостряется игру ни Динамо с Тбилисси ни футболисты Виктории Ура Маджоев отобрали у него мяч из-под ног это Войшкович сделал странно бывает первым матчем в репортаже я очень хвалил и хвалил потому как понравился больше всех Войшковича он был лучшим в составе Виктории а в сегодняшнем матче его вообще не видно активнее всех играет Цельнар атака Виктории вот он Войшкович Малхаза Арзияни хорошо сыграл пяткой Арзияни Равишвили с мячом Ачоев сорванулся к мячу Ромас Шенгелия но чуть-чуть поздновато Ромас Шенгелия Ромас Шенгелия Ромас Шенгелия румынские футболисты что же тут было желтая карточка это уж точно но кому зачинателю или тому кто продолжил попитушились наверно Малхаз Арзияни красная карточка Малхаз Арзияни удален с поля да он ответил на удар соперника естественно это большое нарушение тем более после свистка он удаляется с поля вот Чевадзе подходит к суде на линии но тот фактически не отвечает потому как нарушение Малхаза Арзияни было совершенно очевидным а с чего это начиналось было за пределами вот желтую карточку сопернику тому кто начинал но не важно нарушение было совершенно очевидным и Малхаз Арзияни был не прав и совершенно справедливо был удален с поля но еще справедливее было бы если и Куманеску был бы удален с поля но судя довольствовался желтой карточкой в адрес Куманеску и там тубелиссы тубелиссы остались в десятером до конца встречи остается 23 минуты посмотрим наверное сейчас Виктория постарается обострить игру у них численное преимущество превосходство скажем так у тубелиссов не хватает одного игрока игрока обороны защитника крайнего и сейчас надо призвать в помощь все спокойствие самообладание без этих качеств будет трудно удержать счет не только тубелиссского матча но и двух раундовой борьбы Свейба нарушил правила получили право на штрафную футболисту Виктории и увижу Герман Зонин появился у боковой линии что-то близко нельзя подходить на том расстоянии которого это вне поле зрения судей он коррективы естественно правильный и замена замена у Виктории появился Йордак под пятнадцатым номером я уже говорил что это футболист играл в Бухаресте спослом штрафную твилист головой выбивают оттуда вот и Ромаш Шенгель пришел помогать линии обороны зонин появившись сразу мгновенно как только удалили с поля Малхаза Арзиани вот единственное о чем попросил не надо идти в глухую оборону Геташвили сильным ударом осылает мяч к центру поля Шенгель сыграл головой Соломан тоже Карло активизировались явно активизировались футболисты Виктории у них появился шанс спасти вроде бы безнадежную игру хорошая передача Гурули Аревишвили Сейба обыграл двух соперников третьего обыграл переадресовал мяч вперед Чедья Чедья успеет к мячу да успел под штрафную уголовой с правого фланга будут подавать Динамо в Тбилиси До конца матча в Тбилиси второго матча 1-16 финала Кубка УФА между Бухарестским клубом Виктория и Динамо Тбилиси подходит к концу осталось играть 20 минут основного времени Тбилиси пока 0-0 любители футбола помнят что первый матч в Бухаресте закончился победой Динамо Центрелихи 2-1 это и дает им преимущество игра проходила в равной борьбе с некоторым преимуществом Динамо Центрелихи но вот 5 минут тому назад был удален с поля Малхас Арзиани в столкновении с соперником начал Каманеску он ударил Арзиани судя остановил встречу назначил штрафной и тут Арзиани ответил на этот удар естественно его удалили Каманеску получил желтую карточку и получив вот это преимущество такой подарок 11 футболистов Виктория продолжает борьбу с 10 футболистами Динамо Центрелихи и рейнулись в бой до того до того не рискуя атаковать большими силами не рискуя менять ход событий вот этот момент пошли в атаку и хотя не создано ворот татаро говорили опасных ситуаций за это времено тем не менее вот этот пресс пресс-атаки представления ощущается и Виктория воспрянула что ли духом и идет гораздо активнее борьбу положению не игры хороменского футболиста именно сейчас эти оставшиеся 19 минут надо признать все силы все свое спокойствие самообладание корректность если хотите мастерство в первую очередь и отстоять свои ворота и в случае удачи и удачного стечения обстоятельств возможно и добиться успеха урули Шенгелья борется за этот мяч пас назад играет Соломан и посылает мяч в ротаю Ниццу вот вижу даже в этой ситуации все равно в атаке у Виктории остается два футболиста усилить линию атаки имея одним футболистом больше никак не решается Виктория выбирает Каташвили Алладия Леснов Катакошукару восьмой номер идет поберег поля перевернут адресал мяч на левый фланг атаки но тут Тбилисса это Солок Фелиза посперед впереди только Ромас Шенгелья он переходил мяч активно играет сегодня ветеран он и забил мяч у ворота Виктории но судья зафиксировал положение вне игры судья на линии подвал флажок и мяч не был засчитан опять атакует Виктория Аугусин перехватили Тбилиссы Краманевску Цельнар можно играть показывает судья Солоквилидзе Равишвили Цвейба Цвейба Аджоев приближается Аджоев к штрафной площадке по штрафной опасной положению выскочил все-таки из-за спины соперников Ромас Шенгель и опередил всех но нанес неточный удар в каждом туре наши команды к сожалению терпят раз за разом неудачу в первом туре мы не досчитали Синамо Киева и Зенита в втором круге не досчитались к сожалению московского Спартака и вот осталось три Динамо Тбилисси Динамо Минск Динамо Москва эти три Динамо Клуба продолжают борьбу в турнирах Уэфа Динамо Минска в турнире обладателей кубков Динамо Тбилисси и Москвы в турнире Уэфа так что каждый гол каждая победа каждый забитый гол и удача в матче на вес золота как говорят из шести клубов остались три наших клуба которые продолжают борьбу еще одна замена будет у тбилиссов Цирцалава появится скоро Цельнар опасное положение продолжается напряжение у Варо Динамо Тбилисси выбирает мяч от Аргабелья молодец Виктория продолжает атаковать но Чивадзе спокойно выбивает атака продолжается опасное положение у Варо Динамо Тбилисси Команеску подключился к атаке пас в штрафную выбит мяч оттуда всей командой пошла Виктория в атаку спокойно играет капитан Тбилисси Александр Чивадзе владел мячом точно переадресовал его если успеет я успел продолжает движение вперед посылает мяч Аджоеву Аджоеву на дальнюю штангу на замыкающего атаку но вратарь Ниццу вовремя покинул линию своих ворот я владел мячом Тбилисси сыграли головой они снова с мячом Чивадзе Шенгелия не доходит до Шенгелия мяча Аджоев постарался продолжить атаку не удалось Тбилисси это Чедия Чивадзе Сулаквелидзе Свейба Утаргабелия 14 минут до конца основного времени матча второго матча 1-16 финала 0-0 в Тбилисси Свейба Сулаквелидзе Габелия Сильный удар Утара Габелия Ревишвили Команеску Каташвили Ревишвили Каполинский Аут просят Тбилиссы и тут же просят замену уйдет уйдет Гия Гурули в игру ступит Кирцхалал и у Виктории замена уйдет с поля Цельнар и вместо него в игру ступит Хенсель и этот футболист который сейчас ступит в игру под 16 номером тоже играл в первом матче в матче в Бухаресте против динамовцев в Тбилиси и так обе замены и у Виктории и у динамовцев в Тбилиси произведены замен больше не будет Белашвили бросил еще раз просит сутя зафиксировать сначала ремеш была остановлена у Тбилиси появился в России под 15 номером Панцулая да это Панцулая Мамука извините я сказал о том что Трисхала уступил нет пошел Мамука Панцулая игрок средней линии под 15 он тоже играл в стартовом составе в Бухаресте отбивает мяч футболисту Виктории начинает атаку левое крыло Чедия пошел блокировать линию атаки с этого крыла можно играть показывает судя Панцулая с мячом Чивадзе и Габелия 13 минут до конца основного времени второго матча между бухарестским клубом Виктория и Динамо Цами Дбилиси Цвейба с мячом нет не сумел естественно достать мяч за Заревишвили мяч опутится за боковой линией играет Тополинский там падает Панцулая хорошо задумал Панцулая опасно своего партнера но на Заревишвили до него мяч не дошел вот сейчас опасная атака вчетвером атакуют футболисты Виктории потянулись и другие к атаке можно играть показывает судя это Сулаквилидзе Чедия Габелия рукой посылает Габелия Кеташвили снова Габелия ну это понятно тополисты играют здесь и сейчас им все труднее и труднее справляться с атаками Виктории хотя опасных моментов и опасных ситуаций ворот Утара Габелия не создавали умынские футболисты но все время атакуют Шенгелия хорошо обыграл двух футболистов Виктории Цвейба с мячом идет дальше Цвейба пас в штрафную перед штрафной Аджоев хорошая передача Шенгелия Шенгелия сыграл Норевишвили удар воротом мимо ворот 11 минут остается до истечения 90 минут матча вот игра которая протекала вяло вроде бы все было ясно Виктория не атаковала Тбилисса не обостряли игру вот с удалением Арзиани игра резко обострилась и появился сюжет как ни странно появился сюжет довольно захватывающий история может так сказать внести в ход изменения но пока этого тоже не видно такое давление общее вот сейчас опасно Хензель вышел вперед аут бросит футболиста Виктории меньше 10 минут до конца основного времени матча в кожу кару бросил с лаквелиза выбил мяч из штрафной снова посылают претарю положение вне игры свободны будут бить из своей штрафной динамовцы Дбилиси отаргабелья будет бить или предоставит это право Кэташвили да, будет бить Гела Кэташвили разбегается сильный удар футболиста футболиста постарался дотянуться до мяча его попридержал соперник штрафной будут бить динамовцы Дбилиси футболиста 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 оказывает судья Дбилиси пробьют штраф свободны а хорошо сыграли в паре сейчас молодые Ревишвили и Фанцулая чемпионы Европы среди юниоров с измальства играют вместе понимают друг друга с полуслова и это видно по игре свободны еще раз скину руку судья мяч послан выбивает лаком судья вратарь Ниццу аут бросит Твилиси Сосо Чедия будет сбрасывать Сосо Чедия Чедия идет под лег поле остановился продолжил атаку с правого фланга еще раз остановился перед малаур паспорт фанцулая обыграл одного второго фанцулая вошел в штрафную он уже в штрафной угловой показывает судья хотя с мольбой смотрит мамука фанцулая на судю он был 11 метровый но все равно угловой подавить динаму ура ура динаму с правого фланга будет подавать подават подает удар ворота это мамука панцулая едва не добился успеха наверное будет повтор этого эпизода прекрасно выпрыгнулся молодой форвард игрок средней линии динаму суббилизи но вратарь вот еще раз посмотрите там было нарушение еще один угловой подают перехватили перехватил кожу кару успел александр чеват завернуться в линию обороны раз два три четыре пять шесть футболистов виктория атакует ворота динаму суббилизи перехватил Ревишвили переадресовал танцулая танцулая великолепно обыграл соперника идет дальше переадресовал мяч Аджоеву Аджоев тоже обыграл соперника если успеет в мячу нет второй подстраховал вовремя и уже румынские футболисты начинают ответную атаку передача не точна перехватил Ревишвили хорошо сейчас играют в индивидуальном плане молодые табилицы это правильно сейчас надо максимально держать мяч и в этом поможет только индивидуальная техника вот Сейба устремился обыграл одного второго тоже обыграл ходит штрафной ну уж раньше принял решение надо было наверное продолжать атаку продолжать движение вперед либо переадресовать мяч в штрафную к 11 метровой где уже в сторону этой отметки двигались и Ченгели и Танцулая и могли добиться успеха во всяком случае остается пять с половиной минут до конца основного времени второго матча 1-16 финала розыгрыша Кубка Уэфа Виктория Бухарест Румыния Динамо Тбилиси Советский Союз 0-0 во втором матче 2-1 по итогам двух матчей в пользу Динамо Тбилиси Аут бросили футболисту Виктории опасно опасно атакует с левого фланга Кеташвили сыграл хорошо еще раз обыграл соперника удар по ротам и гол ворота Динамо Тбилиси но судья фиксирует положение вне и мяч не засчитан кто-то из форвардов вот совершенно очевидно был вне игры и мяч не засчитан 0-0 по-прежнему Тбилиси ведут мяч в игру ударом от ворот и так два мяча было забито в сегодняшнем матче сначала Ченгелия и только что забил ворота Аугусин но оба раза судьи на линии зафиксировали положение вне игры 4 минуты играть командам за исключением того случая если Тбилиси не забьют один мяч а кости два мяча надеемся что за 4 минуты сделать это будет невозможно можно играть показывает судя Александр Чивадзе с мячом обыграл соперника Ревишвили Каташвили снова Ревишвили и пошли в атаку динамо Тбилиси Цвейба обыграл соперника судя не остановил встречу так как Тбилиси продолжают владеть мячом Гурамаджоев остановил мяч посылает на Панцулая Панцулая с мячом он вошел в штрафную Ченгелья удар мимо ворот посмотрите рвется вперед Панцулая его чуть-чуть оттолкнули от удара Ромас первым оказался у мяча нанес удар и мяч чуть не задев боковую правую стойку от воротаря ушел на свободный что ли три минуты играть командам Панцулая не дотянулся до мяча Виктория будет сбрасывать из-за боковой слишком спокойной игрой в первой половине встречи в начале второй половины встречи тбилисты осложнили задачу но тем не менее когда был удален Арзиани в войне осложнилось сложность сложность поворот Ромас Шенгелья Милия обыграл Ромас Милию нашел сравную но ударить поворотом ему не удалось Виктория начинает атаку тбилисты больше больше атакуют и больше создают опасных ситуаций у ворот Виктории нежели гости у ворот от Рогабелия милисты в других городах континента это все необычайно интересно и а через два дня состоится жеребевка в Тюрисе в штаб-квартире УФА и будут названы скажем уже смело будет назван соперник Динамо полторы минуты остается до конца встречи вряд ли за эти полторы минуты румынские футболисты смогут забить два мяча но бывает в футболе и такое во всяком случае ждать недолго тбилисты с мячом Сулак Велидзе Свеиба опять Свеиба так сказать опережая события рванулся один вперед очертя голову ну наверное было чуть-чуть медленнее сыграть постараться разыграть мяч но стремление молодого футболиста похвально похвально естественно последняя 90-я минута и так уже смело можно сказать что в Тюрисе победили клуб Виктория в двух матчах 1-16 финала розыгрыша Кубка УФА выиграв 2-1 в Бухаресте пока в Тюрисе 0-0 секунды остались до конца встречи встречи если естественно наверное судья добавил были моменты когда он останавливал игру и продолжил борьбу в Кубке УФА Тюрис выбрасывает сейчас мяч из-за боковой подождем как сажаете Минска и Москвы естественно пожелает и одному клубу и другому удать одноклубников Динамо в Тюрисе сложная задача перед московскими Динамо у Минчан тоже естественно любая игра тут сложная задача но полегче так как они сыграли на выезде в ничу и могут рассчитывать на успех у себя в Минске но все это покажет сегодняшний вечер а сейчас милиции продолжают атаковать это Францулая не успел к мячу Виктория убросит основное время 90 минут время вышло вот сейчас та минута наверное которую добавил судья Симору Гимен получили право на штрафной футболисты Виктории будет бить Виктор по Жукару и матч закончен и так милиции вышли в одну восьмую финала на этом мы заканчиваем передачу из Тепелиси передача была организована центральным телевидением ввел передачу Котая Махарат «Махарат» 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 Продолжение следует...